Привет, друзья! Я выхожу на прогулку по Марине, потому что я хочу вам показать, где мы жили все это время Before we go, потому что мы послезавтра уезжаем. Итак, познакомьтесь, это Orion 9, наше здание, где мы жили. Что приходят посылки? Здесь ты выходишь. Звук может быть нестабильный. Извините, я в наушниках. Привет! Я в наушниках, потому что я смогу вас защищать от ветра таким образом. Итак, вот наше замечательное здание. Куча кафешек здесь, вот это вот все. Но я хочу вам показать вход в гавань. Я даже не знаю, правильно я говорю или нет. Погода здесь меняется очень быстро, интересно наблюдать. Вот сейчас она такая, через 20 минут это будет вообще другой день, такое ощущение. Вот наш заливчик, который все лето чистила баржечка. Здесь сильные приливы, сильные отливы. Сейчас довольно серьезный отлив, вон там песок как бы. Но иногда она еще и опускается ниже. Это какая-то неконечная точка. Пересмотрев видео, я поняла, что я очень громко говорю, во-первых. А во-вторых, ветер все равно задувается. В общем, простите, ребята. Вот это наша баржечка, но это мини-версия. Это мини-баржа. Все лето здесь была ее старшая сестра. Огромная такая. В общем, это наша Маринка. То есть ты такой выходишь, и у тебя сразу Марина. Отсюда видны, в общем-то, клифы. Там Ла-Манш. Можно ручкой махать Франции. Вот здесь, собственно, был выход. Такое просто кафе, типа American Diner. Но мы ни разу там не были. Нечего там делать. Это что-то про спасателей. Вот, собственно, Марина продолжается. Иногда вода прямо тут. Ну, в общем, вы поняли, что сейчас почти полный отлив. Кстати говоря, отсюда виден хогуртс для девочек. Это родинскул. С 13 до 17 лет, по-моему, девочковая школа. Вот это вот мельница, у которой мы снимали сниппеты для Under and Above. Когда ты здесь живешь, ты в какой-то момент понимаешь, что хочешь лодку. А это Сириус. Это соседнее здание. Вот такие вот дома здесь. Вон наш дом. Что здесь прикольно? Ты живешь как в каком-то прям курорте. Но когда тебе надо записывать вокалы, а очень сильно шумит ветер или баржа, или еще что-нибудь, это не прикольно. Ветер прям шумит, потому что, если вы смотрели какие-то предыдущие видео, то несложно понять, что наши окна выходят прям вот на воду. Можно сказать, что мы прям вообще в воде. И если это шторма, очевидно, частая здесь история, иногда ты просто не можешь закрыть окна даже вдвоем. Вот такие вот проблемы неожиданные. Учитывая то, что здесь, понятное дело, хорошие окна, видимо, они должны быть еще лучше. Мы подошли на такую небольшую площадь. Это огромный бар. Это и это. Это дома на воде. Там дальше продолжается Марина. Вот такой отсюда вид. Это очень смешной ресторанчик. Называется Karen's Diner. Я не знаю, знаете ли вы этот прикол про этих Karen? Это типа обычная белая женщина, которая вечно всем недовольна. И мне нравится их лозунг. Отличная еда, ужасный сервис. Это просто как раз то, что среднестатистическая Karen сказала бы. В общем, здесь миллион ресторанов. Мы лично с Вовой ни в одном из них не были. А ребята были в Pizza Express. Но Pizza Express это сеть, она везде есть. Вон там Nando's. Ну, в общем, да. Как мы обычно идем куда-нибудь, так вот мы с вами сейчас и гуляем. Все это очень похоже на какой-нибудь черногорский курорт. Я не знаю. Здесь вид на дорожку, который идет в Марина. Прямо в Марину. Кран неожиданно. Наша Азда. Магазин. Гигантская чайка. Здесь куча всего сдается в аренду. Помещения всякие. Здесь деревья делают вид, что им не холодно. Здесь магазин электровеликов. Это просто супер-пупер. Это The Works. Канцелярский магазин. В общем, здесь такие штуки всякие. Bathroom Design. О, вот это что-то новенькое. Сейчас пойдем на Мариновскую деревню. Смотрим. Сначала направо, потом налево. Все еще надо себе напоминать, если что. Полгода недостаточно. Снежинка. И пальма. Классно, да? Вот это круто выглядит. Здесь продолжаются разные кафешки. И тут мы входим в Marina Village. Где мы видим, смотрите, что. Тут типа плейграунд. Ёлка стоит. Рядом пальмы. Клифф, скала. Здесь можно играть в шахматы. Пинг-понг. Блин, это очень смешно. Пальма и ёлка искусственная. Она же искусственная. Ну ладно. В общем, это такой прекрасный закуток. И, внимание, мини-марина. Это реально мини-марина. Очень прикольно. А вон там мы видим самый старый бар на Марине. Который называется, очень смешно, Мастер Маринер. Однажды здесь мы видели лебедей. Вот тут, стоя на этом chair, мы делали фотографии для Toxic Friends. Для сингла, который выйдет вот-вот 1 декабря. Вот смотрите, как здесь красиво. Я немного криво снимаю, извините, у меня что-то какие-то дрожащие руки. В общем, это Мастер Маринер. Огромный старый бар. Просто расположение вообще огонь. Видите, бац, скала. Так прикольно, да? Ты вот можешь вот здесь вот сидеть, там внутри. И вид у тебя вот такой. Peaceful. Ну ладно, пойдем дальше. В общем, здесь дети обычно играют, и мужчины делают широкие шаги. По какой-то причине. Ходим в арку, и нас здесь поджидает кое-что очень интересное. Кашель человека. Laughing Dog. Это очень прикольная какая-то кофейня. Вон там мы с Вовой сидели. Вон там. И записывали вам Q&A. Там внутри очень красиво, много всего. Продается и вещи там всякие. Ну, много чего. Реально прям мелочево куча. Вот засранцы. Там есть веганский ice cream. Это не веганское кафе, но здесь очень много vegan options. Здесь самый вкусный pumpkin latte. Я понимаю, я звучу как Cali girl и так далее. Но I am. Что поделать? Вот. И там с собаками пускают очень сильно. Внутри куча мисок. Там вон при входе миски стоят. Видите? Это еще Homes. Это как раз те самые дома на воде. То есть как будто бы немножко странное, да, место, чтобы жить? Очень изолированная эта Марина. Сейчас мы идем к Азде, потому что мне надо в Азду. Здесь, конечно, уже везде Крисмас. Здесь все время все шутят, что ночь Хэллоуина закончилась. И типа в 5 утра на следующий день ты уже весь такой в Крисмасе, в подготовке. Я думаю, что мы сейчас через парковку Азды с вами выйдем к морю. И оттуда уже по Марине, по другой стороне пойдем к дому. Как бы такой большой круг мы с вами сделали. Может, у вас появится какое-то представление, где мы жили все это время. Вот видите, здесь такой зигзагообразный подъем. Вот такой. Это, в общем-то, наш основной подъем на Клифф. Есть еще. Но автобусы, например, вон оттуда, от нашего дома, вот такие. По этой эстакаде, так это называется или нет, не знаю. И идут. Ну, можно и пешком. И там другие автобусы. Там есть еще магазин большой. Азда это такой мариновский большой. А мисс Лидл еще. Я просто помню то время, как мы, когда только обсуждали эту квартиру, смотрели там по карте. Как вообще отсюда выбираться? Мы вообще не понимали ничего, естественно. Не знаю, просто забавно, когда ты сейчас такой понимаешь. Ну, в смысле, люди здесь живут. Здесь, на самом деле, там вдоль пляжа еще миллион подъемов. Здесь автомойка находится. Она сейчас будет шуметь, поэтому я очень быстро здесь пройду. И без звука. Здесь бесконечная стройка. Все это время она здесь идет, я не знаю. Но вот эта часть некрасивая. Но она длится три минуты. Я полагаю, они просто хотят здесь сделать какую-то набережную. Такую же, как в Хоуви. Она там очень хорошая. Здесь, конечно, не так. Здесь только вон там, дальше. Нормальная набережная. Если ветер, то простите, здесь море, конечно, я уже даже не могу вас защищать. И так быстро вышли мы к таким красотам. Вон наш дом, который вот этот. Здесь прям такие серьезные приливы-отливы. Привет, подруга! Вот такая красота была в доступе, в открытом. 24 на 7. 8 минут где-то от дома. Вон наш дом. Вот он. И у нас окна прям вот сюда выходят. Ощущения, конечно, смешанные, потому что тебе кажется, если можно жить в море, то зачем жить где-то еще? Но Англия довольно олдскульная страна, поэтому здесь надо быть физически в тусовках, чтобы в них входить, собственно. Какая-то большая часть меня хочет жить здесь, конечно. Это всего час езды. В Лондон не наездишься, а сюда можно ездить. Типа раз в пару недель, знаете. Есть такая мысль, что надо так делать. Как Вова сказал, что кто-то его называет доктор Брайтон. И мы с ним пошутили. У нас доктор Брайтон и сестра Марина. В Лондон надо поехать. Ну, на самом деле, хочется там пожить. Это классный город. Мне он, правда, очень нравится. Я себя очень хорошо там ощущаю. Но просто когда у тебя вода под болтом, за 2 фунта ты можешь уехать в такие какие-то поля, леса, вообще непонятно куда, к каким-то коровам. И это займет там у тебя полчаса, 40 минут. Это очень круто. Особенно, когда ты привык жить в загрязненных городах. Нижний Новгород, Москва, Питер тоже. Кажется, что как будто вот так надо жить. Вот такая вот неприятная ситуация. Брайтоне как бы, можно сказать, ничего не происходит в наших жанрах. Все какое-то очень маленькое, локальное, бесплатное. То есть, есть ощущение, что сюда надо приезжать, когда ты уже чего-то добился. И ты просто такой, да, я еще могу жить где угодно. Посмотрим. Там виден большой пирс. Как его называют? Восточный пирс? Да. Западный пирс сгорел. Я хотела вам показать еще одну штуку и уже идти в сторону дома. Кстати, вот водоросли, это дно как бы морское. Ты по нему просто идешь. Ну ладно. Здесь, в Брайтоне, ходит самая первая United Kingdom электричка. Волкс Электрик Рейлвей. Кажется, открылась 3 или 4 августа 1883 года. Что-то там такое. Still operates. Все нормально. Ходит. Но, как я понимаю, не сейчас. Это летняя штучка. Я просто хочу ее станцию показать. Ах, ох. Эта станция называется Black Rock Station. Итак, вот эта станция. Здесь даже есть туалеты. А летом здесь мороженое продают. Вот это довольно прикольно. Вон она вот такая вот дорожка. И просто идет в центр, представляете? Вот так вот люди добирались тут. Вот. 12 минут и ты в центре. Это гениально. Абсолютно гениально. Но мы ни разу так и не прокатились. Это такая прикольная, открытая по бокам электричка. У нее просто крыша есть. Я вот сейчас фото вставлю, как она выглядит. Ладно. Пойдем домой. Холодно осень уже. Здесь вот такой вид. Но также пешком. Вот если там идти. Вот так. Ты просто в центре оказываешься через минут 30. Мы так все время ходили. Особенно, когда тепло. И не торопишься. В общем, сейчас я не буду то же самое снимать. Но нам придется пройти через некрасивую часть. Встретимся с вами на парковке. Эти эстакады выглядят гигантскими, шумными, страшными. Но на самом деле их не видно, не слышно. Потому что, как я сказала, Марина довольно изолированная. И как бы здесь только свои приезжают. И это не вот прям какой-то поток-поток. Там дальше некуда ехать просто. Ты просто едешь к себе домой, а дальше опять вода. Здесь маленький туннель. Здесь тебя поджидает. Пицца-хат. Какой-то плейграунд для детей. Батуты. Вот что это, да. Казино. Кинотеатр. Старбакс. Веганские хот-доги. Все что угодно. Макдоналдс. И даже мини-голф. Снова нелепая елка. Здесь, конечно, автобусов. Когда ты выходишь из автобусов, ты часто машешь водителю, благодаришь его. Это довольно мило. Это парковки on top, в которых по воскресеньям в летнее время были ярмарки. Что-то смешная какая-то у меня мысль была про акцент, что у меня здесь он очень смешную форму приобрел. Из-за того, что мне интуитивно хочется говорить, как они, потому что я хорошо перенимаю. Но внутри меня есть некая борьба, что это глупо, когда ты, очевидно, неангличанно звучишь типа, как они. И их это бесит часто тоже. И это такой... Потому что мой естественный акцент, он такой, околоамериканский. И у меня сейчас какой-то микс всего английского, американского, человека из Армении, из Индии. Когда как, зависит от скорости, как я быстро говорю. Короче, это как-то очень все смешно и нелепо. В какой-то момент он, наверное, выровняется, но это просто смешно, как будто мой мозг не понимает. Все же вокруг говорят по одному, а ты типа говоришь по-другому. Типа, а как надо говорить? Ну, понятно, что как тебе удобнее, но просто ты такой, окей, а как мне тогда удобнее? Это наша остановка автобусная. Как вы видите, она прямо дома. Это, кстати, седьмой автобус. Это самый лучший автобус. Он едет всегда туда, куда нам надо. Прямо сейчас мы просто переходим дорогу. Там вот Азда. Я думаю, вы сориентировались. То, что остановка так близко, это здорово. И здесь прям очень разные автобусы. Такой кружок мы с вами совершили. Надеюсь, вам понравилось это видео. Нам немножко жаль уезжать. Но, с другой стороны, мы очень взволнованы и рады новым возможностям, которые точно открывает Лондон. Сейчас среда, 22-е, а мы переезжаем 24-го. В общем, да, Bright Marina рекомендую. Это прям какое-то место, излечивающее души. Посмотрите, какого цвета вода сейчас. Она же каждые пять минут разная. Вай-вай-вай, как хорошо. Ну всё, ребята, до новых встреч. Наверное, уже увидимся в Лондоне. Спасибо за просмотр. Бай!